Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 18 марта 2023 года, значит я уже снял в фитере фильма, оказывается я примерно четвертую часть показал фотографии, хотя фильма достаточно длинная, добротная, это то, что уже из других садов, но основа садов это посадочный материал от Железова, косточки, семечки, черенки и рисаженцы от сына Сергея Железова. Оставился я примерно тут, извините, я еще уже показывал, вот, значит, получается следующее, комментарии нужны, Персик Хасанский, Скромный, вот, 19 год, Смотри, сейчас это четвертый год, с тех пор, как я начал собирать эти, сейчас 23, получается, начал четвертый год, как я собираю фотографию, чтобы показать, что невероятно, это настолько обыденно для нас. Смотрим дальше, итак, Псковская область, Персик Хасанский, 19 год, теперь, Персик Хасанский, следующее, Так, Псковская область, а, все правильно, вот это вот тоже, с этого же сада, с этого же сада, вот, и, наконец, то, что я считаю, Одним из открытий, сейчас я объясню, что это такое, итак, ну, пусть год, два, три назад я уже показывал, потом все забыли, и, так, значит, Этот же Хасанский попал, не просто на Сахарин, а попал в, вот так, проверяю, идет на запись, запись идет, попал в теплицу, и, и сейчас пока по памяти, Дальше я уже не помню, это было давно, я несколько лет не открывал эту папку, и, а сейчас мы подводим итоги, Итак, он изменил покраску слегка, он укрупнился, вот, и, получается, письмо, заметьте, я никогда не халтурю, почему, Потому что преувеличить то, что случилось у меня и у моих друзей, и сказать, а что-то они мелковаты, Со времен, что они больше, это тот самый случай, когда брать смысла нет, потому что реальность, она оказалась реальнее фантастики, То есть, многих, вот, допустим, если брать 10 академиков, самых крутых именно садоводов, да, им такое не могло прийти в голову, Так, зачем это брать, поехали дальше, итак, персик Хасанский, черенки кулонов, персиков Хасанский, полученный среди других культур, От сибирского садовода железа, черенки, привитые на вишню, бойлыши и степную, растут, Ребята, это же учеба, растут поликарбонатные теплицы, третий год, на второй год дали ура 4 штуки, На этом дереве был плод крупный, 120-140 грамм, заметьте, как они укрупнились, Меня же мордой тыкали, у вас 50-60 грамм, а здесь в два раза больше, На другом были 3 плода размеров куриное яйцо, это еще не все, вот, Итак, вот с этого момента, у меня когда таких фактов набралось много, Эти были факты связаны с шелковицей, на севере мелкая, на юге крупная, Вот, что такое теплица? У меня теплица это не просто парничок или теплицик, нет, это субтропики, И что получается? Почувствовав себя на родине, что они делают? Они начинают расцветать, вспоминать свои лучшие качества, райские, видели? Это одно из моих, причем, учтите, я не генетик, Меня его как раз и мордой требили, за то, что ты не генетик, он отлезет, А это как раз антигенетик, попали в муче условия, И вдруг оказывается, что у них наследственность, это не жесткая конструкция, ух, нет И вот результат На третий год, внимание, привитую на степную вишню, дают плоды крупным средним 200 грамм А на фото, где моя рука, это было 220 грамм, ну-ка, это было или будет? Ну-ка, ладно, доберемся Итак, по порядку А это уже вообще не может быть Это даже мне, если бы я хотел соврать, но я бы мог сказать 100 грамм Ну, 200, еще раз, реальность, превосходит фантастику Итак, 220 Укрываю на зиму опилками в мешках Учеба, ребята, и продолжается Принцип описан на сайте, у Пескунова только укрывал более тщательно Открываю в первой декаде апреля Или по температуре, так как бывает, морозы до 20 градусов То есть, видите, как он боится за них Зацветает в конце апреля, в начале мая Единственный недостаток, нет опырения Насековые еще не проснулись А то, что я сам обрабатывал ваточной палочкой Видимо, было недостаточно Поэтому завязывал 7 плодов За 0,5 на другом Отсвели персики обильно Веточки были обреплены нежно-розовыми цветками Вот на теплице растут и персики, и виноград, и помидоры Единственная проблема с персиками, это паутинный клещ Приходится за сезон делать 2-3 опрыскивания Откуда взялся, не пойму, но говорят, только персик Знаете, я ничего не утверждаю Он добился выдающего успеха Потому что этого просто не должно было быть Вот не должны они были увидеться к 4 раза Ну, не должны Это главное, что здесь Ну, а если говорить по аэротехнику Какая теплица у него? Ну, они Поликарбонатные У него есть недостаток Кобычевать их не говорю у него Но эти стандартные поликарбонатные теплицы Те, что рекламируют, они не имеют Ничего Самое главное, портик не имеют Просто плохо Возможно, если бы они были более Но тут видно, что вроде бы Листья здоровые Ну, если так не приглянулся Тогда получается, что, наверное Хорошо бы еще портик иметь, если их нет Вот И смотрим дальше Итак Палутинный клещ 2-3 оплескивания Идем дальше Сам по себе Продолжение Сам по себе Я не скажу, что Персихотливая культура Довольно просто ухаживать Удобрения вообще не использую Ни минералку Ни перегной Чувствуете влияние железного Итак Довольно быстрый, мощный рост Полив чистой водой Вот весь уход Ну, там в теплицу уже никак Дождь не попадает Перевывка вырастает больше 2 метров Дает ветки не только 2-го Но и 3-го порядка И только за одно Наше короткое холодное лето На следующий год Уже дает первые плоды Очень скороплодная культура Совершенно верно Вкус персика, видимо От недостатка солнца Кисло-сладкий Но очень сочный Косточка от мякоть отходит Практически на шухую Как у абрикоса Самое главное Вкус лучше магазина Это в условиях сухолина Созревается ли августа 17 августа Плоды Начали опадать Через неделю отпали Еще особенность Вращивание персика Теплицы Его надо сдерживать Ростеобрезка Иначе нужна Очень высокая И большая теплица В скобках Оранжерея И персик Продоносят на побегах Прошлого года Поэтому очень скороплодный Дальше Была пришла Вот такая фотография И была Подписка Сувнир Восток И персик Ну что я вижу А то пою Вот Ну и Все таки Сувнир Востока Это Мой фирменный Сорт Слив Поэтому я Продолжаю эту тему А здесь Слева направо Ваша слива Сувнир Востока И семян Персики Семян И края абрикоза Тоже из семян Заметьте Персик На улице Да Не вызревает Древесина Да Отмерзает Ветки На 40 см Но остальное Остается Рысок Присот Каждый год Все рост Увеличивается Скажите Густо Посадил Да Посадил Густо Но еще Гуще Чем На фото Каждый год Слабо Дерево Сами Соборят Место Для более Сильных И все Собор Вот это Вот ценнейшее Наблюдение Утверждение Виталия Шеломая Я все время Говорю Ребята Хватит Пишите Три косточки Мне нужно Три дерева Хотите Иметь Нормальный Сад Заказывайте Косточки Семечек Пять Десять Больше Чем Надо Не бойтесь Что лишнее Будет Города Пройдет Читаем Еще Раз Каждый Год Слабо Дерево Сами Слабо Место Вот У меня Человек Который Знаете Как он У меня Я уже Говорю Ну хорошо Шесть На Четыре Окончательно Нет Мне Значит Тут Это Самое Написали Сказали Десять На Десять Посадил А Что Через Пять Лет Сорок На Сорок Пустой Сад Вот Видите Виталий Какой он Умный Мужик Слабо Дерево Сами Освобождаю Посадил Густо А там Хоть Трава Не Расти Извините За Такой Йорнический Ответ А в итоге Что останется То и будет Расти Вот Это И Технология Железа Самая Примитивная Переборщики Дай Дальше В таком Плане Так Идем Дальше Закончили Мы Разговаривать С этим Шаломай Надеюсь Чего-то Мы Поняли Вот Ниже Абрикосы Шызрани От Садовода Минокорадова Черенкер Железа Потом Все Это Еще Созрело На тот Момент Я Поспешил Ключить Водим Особую Папку Вот Это Вот Это Вот Это Вот Это Вот А дальше Еще Одна Сенсация Вот Значит Мне Пришлось Напрягать Память Я Не Знаю Как Получилось Что Мне Приво Что Там Калининградской области Два Уникальных Садовода Если Я Ошибся Принимая Того Задового Прошу Меня Простить Учитывая Мой Возраст Свой Возраст Сказать Статистически Я Пережил Поэтому Меня Можете Простить Итак Пишут Александрова Калининградская область Из черенка Срезанная С вишни Сибирская Штаба С генами Черешни Вегетативный Гибридж Железова То есть Когда-то Я брал На вишне Я туда Три-четыре Черенка Не даю Черешни Черешня Или живет Или погибает А на вишне Плоды Увеличиваю Два раза Но остается Вишневыми А сенсация Началась Вот именно С этого момента Вот с этого Черенок Вишня Сибирская Штаба Только потому Что я в нее Несколько Черенков Прил Черешни И увидел Что потомство Изменилось И я и пишу Сибирская Штаба То есть Та же самая Казалось бы Кислятина С генами Черешни То есть В них Бродит Внутри В крови Гена Черешни Внимание Что пишет Дама Получилось Одно дерево С крупными Вишнями А другое Черешня Смотрите Внимание Вот Вы видите Этот шедевр Как Вот Ну у меня То они Скромнее Да Это самое В Сибири Они Сто лет Перевезли Так называемые Столыпинские Переселенцы Вот Они наоборот Как бы Одичали Как бы Упростились Выжили Самые Проченькие И самые Морозостойкие И покисловатие И вдруг На тебе Стоило Где на черешню Внедрить Человек Присылает Продукт Подряд Но это Черешня А это Что Ребята А это Черешня Чистая Черешня Вот Чем Институт Должны Заниматься Вот Это Будущее 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 Настоящая Селекционная Генетика Ну здесь Почти Случайно Ну нельзя Мимо таких Фактов Ну нельзя Вот Таких Мимо таких Фактов Просто Отмахиваться Посмотрите Ну это Что Не южная Вечная Вот Смотрите Внимательно Видите Крупнее Моих Значит Получилось Вишня Сенсация Крупнее Чем Должна Быть В качестве Проснулись Южных Вишн Так еще Черешня Умудрилась Родиться Мне Нужно Продолжение Я вас Умоляю Те Две Дамы Потому что Это еще Не конец В истории Людмила Из Калининграда И Вот Так Получается Людмила Из Калининграда Вы Александрова Или Я уже В открытую Говорю Потому что Все данные Вот они Других Нет Я в шоке Я чокаюсь Я хочу Продолжение Может быть Черешня Родилась Она погибла Попадение В руки Железовских Учеников Она Боже При Второй Треть Поколении Родиться До того Как Замерзли Но Калининграде Близко Таких Морозов Несколько 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 Это Умно И Красиво Посмотрите Только Глаза Наглые Попереть На науку Обнагрел Продолжение следует Продолжение следует...